Два закона об одном языке. Как депутаты чуть не рассорились из-за украинского? И зачем пугают страну языковыми инспекторами? Борьба за украинцев. Как остановить погоню жителей Закарпатья за венгерскими паспортами? И что ждет обладателей двойного гражданства? Миллионы на водительских нервах. Какие схемы наживы на ремонтах раскрыли правоохранители? И будут ли наказаны воры с большой дороги? Последний звоночек. Почему учителя грозят забастовкой? И кто еще может к ним присоединиться? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. И начинаем с главной новости сегодняшнего дня. Алексенцов прекратил голодовку. Такие заголовки сегодня появились в СМИ со ссылкой на российские источники. Ну а ближе к середине дня новость подтвердила и Уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, это означает, что состояние Олега критическое. Голодовка продолжалась 145 дней. Тюремщики по-прежнему не предоставляют никаких документов, подтверждающих их слова о том, что Сенцов якобы чувствует себя удовлетворительно. Денисова потребовала допустить ее к Сенцову. Позже мотивы отказа от голодовки сам Олег объяснил в письме. Главное это угроза здоровью и шантаж принудительным кормлением. Перед эфиром нам удалось связаться с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе. И вот как он прокомментировал ситуацию. Мы с ним виделись. В течение четырех с половиной часов мы с ним работали. Ну, выглядит он плохо. У него уже точка невозврата была пройдена. Выход из голодовки для него представляет большую опасность, потому что выход из голодовки для его организма 50 на 50. Какого-либо плана лечения его вывода из голодовки нет в настоящее время. Его вынудили отказаться от голодовки в связи с тем, что врачи, которые его осматривали последний раз, сказали, что они его прикуют в реанимации в кровати и будут насильно через трубку кормить. И вообще сделают так, что он будет как овощ лежать на кровати и ничего не поделают. Они стали ему угрожать в связи с тем, что его состояние, так скажем, ухудшилось достаточно сильно, потому что у него ишемия сердца развилась, у него начала отказывать правая почка. И, соответственно, желудок и кишечник начали из строя выходить. Ну, то есть необратимые изменения в организме пошли, и печень начала распадаться. И ему сказали, если не прекращаешь, то будет насильно кормиться, и, соответственно, будут последствия для него достаточно плохие. На фоне таких новостей о судьбе настоящего украинского патриота, вот как-то даже неловко говорить о всплеске патриотизма в Верховной Раде. А там на этой неделе события развивались очень бурно. Депутаты в который раз в нашей истории чуть не рассорились из-за вопроса о языке. Причем, казалось бы, ну уж должно быть единство хотя бы в самой коалиции по такой патриотической теме, тем более за полгода до выборов. Но дошло даже до криков гоньба в зале Верховной Рады. Что же не поделили политики на этот раз? И кто побеждает в битве законопроектов об украинском языке? Разбиралась моя коллега Екатерина Лысенко. На этой неделе парламент в который раз показал, что для работы достаточно одного дня и законотворческого конвейера. Депутаты смешали все и армию с Донбассом, и мову с неприкосновенностью, вплели даже телеканалы. И при этом почти ничего не завалили. Старт всему дало приветствие в полиции и армии. Устав военных решили поменять и отныне, здравия желаю, уходит в прошлое вместо него. Слава Украине, героям слава, как базовое витание под час проходения службы. Это важный символический акт и важная символическая дея украинского парламента. За этим символическим актом следовало куда более глобальное решение. Продлить особый статус Донбасса еще на год. Сейчас же мы ведем только про абсолютно техническую пролонгацию дея закону, который также не вступит в действие, если Российская Федерация не сделает кроков по выполнению безопасного, гуманитарного, экономического блоку Минских угод. Пролонгация дея этого закону является важным инструментом для продолжения и увеличения консолидованного международного тиска на Кремль. Мы поддерживаем этот закон потому, что он дает шанс Украине на мир. Это надея на мир для всей страны, дипломатичный шлях, вырешение того конфликта, который сегодня все население Украины считает главным решением для страны. И хотя часть фракций откровенно выступали против, голосов за оказалось больше. Правда, на обсуждение закона совсем не было времени. В повестке дня все так плотно, что даже заседание пришлось продлить уже ради закона о языке. Тут-то и разгорелись очень жаркие дискуссии. Изначально законопроектов по языку было аж четыре, но первые два без шанса. А вот следующие едва не раскололи коалицию. Один от блока Порошенко, другой, так называемый комитетский, написан в соавторстве с десятками нардепов из разных фракций. И было важно, какая полиция протянет свой вариант. Но рейтинговое голосование показало, что в фаворе комитетский проект из-за варианта от БПП голосов не дадут. В ответ БПП голосов не дал голосов оппонентам. Я прошу попу в зале. Коллеги, я прошу всех успокоиться. Когда на борде выносят одни фарисеи, а тут в парламенте валят важливый закон промовы, снова хотят надурить народ. В итоге вышли на компромисс. Мы будем голосовать за этот закон, который вы наполягаете. Мы с своей стороны, на другом читании, будем наполягать на враховании всех правок, чтобы недологие речи с этого закону выкинуть. В результате закон в первом чтении приняли. Впереди голосование за окончательную версию, но уже сейчас видно, что суть документа депутатов интересует намного меньше, нежели политические бонусы. Восемь раз мы голосовали закон про государственную мову в первом чтении. Восемь. И только с восьмой спроби, когда уже весь зал объединялся, и когда был действительно тиск сделан, все-таки БПП проголосовало за тот законопроект, который подготовлен комитетом, громадскими активистами. Мы голосовали против этого закону. Мы считаем, что ничего позитивного он для Украины и граждан не несет. Прикрываясь псевдопатріотичными гаслами о защите язык, а если говорить о сути документа, то он призван расширить сферу применения украинского. Вообще история с этим законом тянется еще с февраля. Тогда Конституционный суд отменил закон о языковой политике, с доставшейся еще от позапрошлой Рады. И теперь языковая тема специальным законом не регулируется вообще. Из новаций могут появиться нацкомиссия по стандартам украинского и даже уполномоченный по защите языка. А вот некоторые спорные нормы из документа удалось исключить. Мы ухвалили законопроект, в котором нет мовных инспекторов. И это была компромиссная позиция. Там есть уполноваженный и защиту государственной мовы. Закон об украинском языке еще будут править. И что будет на выходе, толком не знают и сами депутаты. Но и на этих скандалах работа избранников не ограничилась. Был в Раде еще и генпрокурор. Пришел за неприкосновенностью Дунаева, нардепата Поблока. Правда, после голосования Дунаев остался с иммунитетом. Депутаты генпрокуратуры не поддержали, а вот петицию против двух телеканалов приняли. И чтобы теперь не говорили депутаты, это решение уже произвело эффект в Европе. Там обеспокоены. Чего стоит одно лишь заявление ОБСЕ с призывом действовать только в судебном порядке и не допускать произвола. Ну а следующая пленарная неделя должна быть бюджетной. В первом чтении СМЕТу уже могут вынести на голосование, так что новые споры в зале обеспечены. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Сергей Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер. Итак, что на самом деле может измениться в Украине после принятия нового закона о языке? Давайте выясним это с нашими гостями. Татьяна Острикова, депутат из фракции «Самопомощь» и Тарас Загородний, политический эксперт, сегодня присоединяются к нашему эфиру. Друзья, первый вопрос у меня одинаков для вас обоих. Вот почему так получилось, что Верховная Рада не смогла по итогу соединить в одном законопроекте все идеи по развитию украинского языка? И что будет дальше? Теперь будет продолжаться работа над двумя законопроектами комитетским и блока Петра Порошенко. И как это будет происходить? Татьяна, давайте с вас начнем. Вчера мы рассмотрели целых четыре законопроекта, которые стосуются вопроса мовы. Но шанс на проходжение был только в двух. Один авторство народного депутата Лесюка из блока Петра Порошенко, інший авторство Княжицкого, Подоляк, других депутатов из разных фракций парламенту. И, власне, чем они отличаются? Той законопроект, который, вешті-решт, было проголосовано, он относится исключительно украинской мовы, как государственной мовы, которая должна использоваться в публичных отношениях государственного управления, службе и так далее. И не относится мовы спелкувания, и мовы богослужин и релизионных отношений. А тот законопроект, на котором наполягала президентская фракция, он, кроме государственной и украинской мовы, также говорит и в регулировое питание мов национальных меньшин и мов коренных народов. Но это абсолютно разные вещи, которые не можно объединять в одном законопроекте, оскільки в них совсем разный предмет регулирования. Украинская мова как государственная мова государства-украина, это также символ государственности, это также как гем, это также как герб, и мусить иметь отдельный закон. А мовы национальных меньшин и коренных народов, есть отдельная позиция с национальными меньшинами, что они должны быть регулированы в отдельном законопроекте, чтобы не разъединять общество, чтобы не создать регионализацию, чтобы это штучное питание мовы, российская, украинская, то, на чем спекулюют политики, разъединяющие общество, Схид, Захид и так далее, чтобы в него не было. Тарас, каким вы видите дальнейшее продвижение, наработку этого законопроекта по итогу, когда его вопрос вдогонку, когда, по-вашему, его могут принять, скорее всего, к выборам, говорят многие эксперты, согласны вы с этим или нет, и каким будет его практическое применение? Он останется декларативным или существенно изменит статус украинского языка в стране? Ну, те интриги навколо законопроекту, вони більше повязані з теплыми в лапках стосунки в першу чергу міжнародным фронтом и БПП, потому что БПП не полягало на своем законопроекте, потому что это часть президентской кампании, а Народный фронт подставил свой законопроект, чтобы показать, кто в доме господар и для того, чтобы показать, что без Народного фронта БПП жодного законопроекта не проведет. Тобто, тут ще політична складова, звичайно, накладається. Я не вірю, що це якось вплине на практичне виконання, при ухваленні цього законопроекту, суттєве зміни ситуацію. Чому? Тому що я уважно продивився цей законопроект, і в більшості, ну, на 80% те, що цей законопроект закладено, воно вже є в інших законопроектах, і що стосується її мови судочинства, що стосується і обов'язок знання чиновниками української мови, і тощо, тощо, тощо. Йдине, що там з'являється іще одна бюрократична структура, яка буде вже контролювати це питання, там, правопису, як російською мовою передавати українські міста і так далі. Звичайно, що, скоріше за все, воно під вибори буде ухвалено, ну, десь вже в першій половині, ну, до, звичайно, що до березня наступного року. Це теж буде частиною кампанії. Наскільки це буде сприйматися людьми, я думаю, що це буде більше роздартування викликати. Тому що я вважаю більшою загрозою українській мові те, що в нас зараз виїжджає дуже багато людей за кордон, вони асимілюються там. Ну, я особисто, як, знаєте, мова народу, як одна бабуся мені сказала, що не буду я платити ваші тарифи, я не буду утримувати нафтогази всіх інших, так? Я просто поїду з донькою і заберу онуків і просто не повернусь в країну. Тобто це буде, це більше загроза українській мові, ніж те, що ми зараз тут обговорюємо. Ви упомянули о практичному виконанні цього закона. Татьяне хочу задати вопрос об цьому. Ви во время дискусії в зале парламента задавали вопрос колеги, который представлял законопроект, о языкових інспекторах. Сначала, действительно, такие нормы языкових інспекторах, вони в законопроекте були, потім под стенограму, я хочу отметить, їх сняли. Будуть они все-таки эти языковые инспекторы или нет? Если нет, то тогда кто будет контроль осуществлять? Неужели полицию будем вызывать, чтобы проверять, насколько чиновники выполняют закон о языке? Программа в том, что, действительно, вопрос мови, это вопрос, на котором часто политики спекулюют и разъединяют общество, залучая ту или иную категорию выборцев до своих шанувальников. Потому что, чтобы спокойно, нормально регулировать вопрос украинской мови как украинской мови, именно в управлёнском, публичном жизни, есть погоджена позиция экспертов, общественности, политических сил большинства, что не санкциями нужно заохочить людей общаться с украинской мовой. И поэтому, именно вчера, под стенограмом, были эти мовные инспектори, которые вызвали раздративание, потому что они начебто могли ходить по скаргам и проверять, что государственные управлёнцы и чиновники говорят и пишут украинскую мову. Этот институт был выключен из текста законопроекта. Что это означает? Что на сегодняшний день их там нет. И больше того, я знаю, что возникает вопрос, что еще может измениться до другого читания. Я бы еще либо реализовала штрафные санкции. Вы бы их убрали или понизили эти штаты? Понизила. Я думаю, что их нужно понизить, потому что не санкциями, повторюсь, нужно людей заохочивать, общаться с украинскими. Татьяна, очень короткий у меня к вам вопрос. У нас мало времени. Под новый закон все равно понадобятся новые деньги. Это языковые инспекции. Будут какие-то штаты, какие-то институты создаваться. Деньги на следующий год бюджет уже под это заложены или нет? Коротко. Мы не могли еще закласти в бюджет эти деньги, потому что этот закон еще не набыл чинностей. Но, например, на Мининформполітики нам уряд предлагает закласти на 2019 год близко 500 миллионов гривен. Я думаю, что можно эти деньги перераспределить. Вы думаете, что можно будет залезть в этот бюджет? Тарас, а вам не кажется, что сейчас проголосуют, на выборах используют, а потом, может быть, и забудут, наверное, об этом законе? Ну, просто денег не дадут. Возможно, такой вариант? Я не отключаю, что это так и будет, потому что я тут погоджую все-таки лучше популяризировать украинскую мову, и престиж украинской мовы должна возрастать. А престиж украинской мовы, украинского прапора и украинского паспорта будет, когда люди будут чувствовать и заможенность, и это все просто поединиваться. Мы, например, изучаем английскую мову не через то, что кто-то на въезду, а потому что китайскую мову, потому что бачать успехи державы, и до нее просто тягнутся люди. Тому в данном случае это комплексное повинное вопрос. Бороться с олігархией, бороться с коррупцией, чтобы и люди повертались. Потому что, я вам скажу, ну, если 2 миллиона сейчас украинцев, это в основном украиномовно, потому что это захид Украины, центр Украины через безработица едет в Польшу, это означает, что уже их дети, скорее всего, будут разговаривать польской мовой, а унуки точно уже будут поляками. Ну, мысль ваша понятна. Спасибо за этот разговор. Татьяна Острикова, Тарас Загородний отвечали на мои вопросы. Еще раз благодарю. Сегодня в Верховной Раде завершился процесс формирования Центра избиркома. Новые члены ЦИК приняли присягу, и комиссия таким образом может начать полноценную работу. Эти 14 человек присоединятся к двум членам комиссии, которые занимают свои должности с 2014-го. Еще одно место в комиссии пока остается вакантным. Напомню, депутаты увеличили состав Центра избиркома с 15 до 17 человек. Впрочем, финансирование оставили прежнее. Так что, как минимум, на одном новом члене комиссии придется экономить. Успел новый Центр избиркома распределить должности. Новым главой комиссии стала представительница группы «Воля народа» Татьяна Слипачук. Это подробности недели. Вот какие темы мы будем обсуждать далее в программе. Миллионы на водительских нервах. Какие схемы наживы на ремонтах раскрыли правоохранители и будут ли наказаны воры с большой дороги? Последний звоночек. Почему учителя грозят забастовкой и кто еще может к ним присоединиться? Венгрия будет жаловаться на Украину США. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел. И сделал он это в ответ на призывы из Вашингтона к Будапешту не блокировать сотрудничество с Украиной в НАТО. Американской реакции пока нет, но венгры говорят, что рассчитывают на солидарность. Еще один новый участник – это истории Польша. Там тоже заявили, что конфликт не должен влиять на сотрудничество Украины с НАТО и Евросоюзом. Напомню, Будапешт использует и ЕС, и НАТО для давления на Украину. Венгерские политики уже не первый месяц попросту блокируют любую совместную активность этих организаций с нашей страной. Но и это наверняка еще не предел, и мы, возможно, на пороге нового обострения. Украина объявила персоной нонграта венгерского консула в украинском Берегово, который организовал раздачу паспортов и инструктаж, как прятать двойное гражданство. А вот венгры, в свою очередь, выслали из страны не просто консула, а первого секретаря посольства Украины в Будапеште. В украинском МИДе уже назвали такое решение непропорциональным. Ну а что обо всем этом думают сами люди, которые живут по обе стороны границы? Тысячи украинцев, которым все-таки понадобилось второе гражданство. Их позиция в сюжете моей коллеги Елены Зориной. Два, а то и три паспорта в одни руки. Я не выключаю, что на Закарпатье есть люди, которые имеют украинский, угорский и румынский паспорт. Чуть ли не в каждом приграничном городке и селе живут граждане Украины, они же граждане Евросоюза. Скандал последних недель. Видео, на котором украинцы получают венгерские паспорта с шампанскими четкими ЦУ от дипломатов. Никому ни слова. Всего 30 километров от Ужгорода, а уже словно в другой стране. Венгерские флаги почти везде, даже на мэрии. Дублированные названия улиц. Это Берегово, тот самый городок, который оказался в центре дипломатического скандала. Возле венгерского консульства никого нет, только охрана. Местные жители, из которых почти половина венгры, шутят. Скандал добавил городу популярности и туристов привлек. А вот чиновникам не до шуток. Это, ну, питание митницы, питание, я знаю, спецслужбы. У вас один паспорт? Ну, на сегодняшний день так. Для чего украинцы получают второй паспорт? Сколько их? Несколько сотен тысяч или больше? Дехто коллекционирует. Ключевое питание – это работа в ЕС, работа и заработать за европейскими мерками. То есть по несколько тысяч евро без вот этой всей волокиты, с дозволами на работу. Село Великое Пало. До границы с Венгрией, да и с Румынией рукой подать всего несколько километров. Но на украинском здесь уже общаются далеко не все. Даже если поздороваетесь, ответят на венгерском. Мы не украинки, мы не понимаем. Сиё. Сиё – це шо значит? Добрый день. Привет. Почтальон Ирма Людвиковна – одна из немногих в селе, кто знает украинский. Здесь, рассказывает, он редко в ходу. Да и сама говорит на нём только на совещаниях. Сонечко на почко. Сонечко на почко. Занятие первоклашек в местной школе. На ряду с венгерским дети начинают учить и украинский. Он здесь почти как факультатив, всего несколько часов в неделю. Украинский зависит, какой класс. На украинском языке проводим до призывной подготовки. Украинских семей в селе мало – две или три. Как будем паспорт? Шоу купить. В момент, комби грит. Это на работе, она говорит на венгерском. А в семье – на украинском. Наталья училась в Ивано-Франковске. Да и тут ходила в украинскую школу. Маму занесло. То она уже тут 40 роков проробила в аптеке. Я просто… Она мне передала свою работу. Школа, детсад, церковь, полуразрушенный дом культуры. И полупустые улицы. Работы в селе немного. Выращивание клубники и табака до местных заводов. Такие люди, что семьями въезжают за кордон. Не лишь в Угорщину и Немеччине, Словакии, Голландию, кто где заробляет. А паспорты, какие мают? Вам казать, паспорты, какие мают, украинские мают. Может, что кто мает угорский паспорт, но нет. Треба знать, что угорский паспорт берут люди на счет того, что могли устроиться на работу за кордоном Евросоюза. Великобритания, Германия, Франция. С чужим паспортом украинцу вся Европа открыта. И зарплаты уже не как у заробичанина, а как у европейца. Это хороший шанс объездить Европу и пожить там с венгерским паспортом. Это проще. Но все-таки двойное гражданство – это проблема. 90% людей, которые получают наши паспорта, конечно, это венгерские украинцы. А 10% – те, которые покупают документ на черном рынке. Небольшой венгерский городок Хайдудара, где недавнего времени довольно популярное место среди украинцев. Формально здесь прописывались порой даже по несколько десятков человек в одном доме. Хотя на самом деле здесь даже сейчас о наших согражданах ничего не слышали и не знают. Да и украинские абсолютно не понимают. Скандалы этого года, масштабные аресты местных чиновников и украинцев, пытавшихся наладить паспортные схемы. Но историю замяли, да и в самом Хайдударе обо всем уже подзабыли. Это правда, что ваш городок довольно популярен среди украинцев? Нет, они не живут здесь, только венгры. Я знаю несколько уголовных дел, где фигурируют даже венгерские чиновники. Я слышал, что купить второй паспорт – венгерский паспорт – можно за 4-5 тысяч долларов и дороже. Схем много. Одна из популярных – прописаться в другой стране и найти там мнимых родственников. Получить гражданство Евросоюза – это хорошо налаженный бизнес. Подобных объявлений полно в интернете. Паспорт в Венгрии или той же Румынии получить, уверяют, проще простого. Полгода и он у вас уже в кармане. Были бы деньги. Паспортный скандал с Венгрией обострил отношения между двумя странами. Консула, замешанного в этой истории, к концу недели Украина объявила персоной Нонграда и дала 72 часа, чтобы покинуть страну. Будапешт ответил зеркально. Это настоящая проблема, которая может усложнить отношения между двумя странами. Но здесь, в Венгрии, считают, что это не оправдывает украинцев и их государственных чиновников. Это должно быть решено двумя странами в процессе переговоров. Впрочем, здесь, в Венгрии, двойное гражданство не запрещено. Да и действия обычных украинцев, стремящихся в Европу без границ, поощряют. В Украине же пока думают, как быть. Проверить сколько паспортов у сограждан без информации другой страны почти невозможно. Как и наказать тех, кто уже принял двойное гражданство. Всех есть, депутатов тоже есть, поскольку есть. Пусть сначала свои отдадут, и потом. Из Закарпатской области и Венгрии. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Наталья Шумакова и Геннадий Аникенко. Подробности недели в телеканал Интер. Ну а сам министр Павел Климкин сегодня в Харькове провел очень показательную встречу со словацким коллегой. Открывали почетное консульство Словакии. Но подтекст и там был частично венгерским. Ведь не так давно у Словакии с Венгрией возникли именно такие же проблемы. Раздача паспортов затрагивала словацкую венгерскую общину, а это 10% населения страны. Решение было жестким. Всех, кто взял чужой паспорт, лишали словацкого гражданства. Спор дошел даже до Европейского суда по правам человека. И вот теперь украинские дипломаты говорят, что могут воспользоваться и словацким опытом в противостоянии с Венгрией. Угорский прапор, как символ национальной идентичности, часто угорский, они должны чувствовать себя в нашей стране неизольованными. Поэтому мы должны им помочь. А Угорщина, конечно, ее реакция, я сказал, фундаментально неадекватна. Оскільки наш консул не порушает никаких законов, не порушает международного права. Навпаки, мы прагнем до развития отношений с Угорщиной. Поэтому наша лінія и на майбутнє. Мы не собираемся воювать с Угорщиной, но мы будем очень четко и последовательно отстроить наши национальные интересы. Это будет и с всеми странами. У Угорщины, до речи, мы сегодня тут, в Хайкове, с моим великим другом, министром закордонных справ Словаччини Мирославом Лайчиком. У них тоже были проблемы с Угорщиной. Вони не пускали угорців и судилися. До речи, мы будем их тоже досвид використовувати. У нас есть очень четкий план, как действовать политично, в судах. Есть очень четкий план, вы увидите. Кстати, на этой неделе Павел Климкин написал статью для «Европейской правды» о двойном гражданстве. Министр подтверждает, что проблема двух паспортов выходит далеко за пределы отношений с Венгрией. И советует начать дискуссию по этому вопросу. Впрочем, Климкин не говорит прямо, что конкретно, по его мнению, должно стать результатом такой дискуссии. Но очень прозрачно намекает о необходимости не ухудшать положение наших сограждан с двумя паспортами и не клеймить их, как предателей. Это была цитата. В любом случае, принимать решения будут политики. А вот каким оно может быть темой для разговора с Андреем Ильенко, народным депутатом и членом Комитета по правовой политике и правосудию, и Александром Мартыниненко, одним из самых опытных наблюдателей за украинской политикой. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время поговорить. Первый вопрос. Верите ли вы, что в Украине могут легализовать двойное гражданство? Андрей. На жаль, вы знаете, уже иногда действительно готовишься до наибольшего, но, по крайней мере, свободы будет делать все для того, чтобы этого никогда не случилось. У нас в Конституции есть единое гражданство. И, на самом деле, мы понимаем, что когда заходит мова про двойное гражданство, говорят не так про какие-то там побутовые вопросы конкретных людей, а на самом деле мова идет, первое, про национальную безопасность. Потому что мы помним, что в том числе, не только это, но и в том числе, началась российская агрессия на Донбассе и в Крыму. Особенно в Крыму. С раздачи, массовой раздачи российских паспортей. Хорошо. А тогда сразу ответите. Вы верите, что реально можно заставить и исследовать, каким образом, всех обладателей двойного гражданства, второго паспорта в Украине, их сдать добровольно? Видите, я закликаю лишь выполнять нашу Конституцию. Если меня сейчас слышат такие люди, я до них вертаюсь. Ну, принаймні, мой взгляд такой. Останьтесь гражданами Украины и проголосуйте на выборах за такую владу, чтобы вам не доводилось шукать какие-то разные варианты, а вы могли счастливо и свободно жить на своей земле, потому что это наша земля. И единственное, что меня очень турбует, наявность подвойного гражданства у депутатов, чиновников, силовиков. И это вопрос национальной безопасности. Но немножко позже, буквально через минуту. Александр, а ваше мнение? Двойное гражданство нужно нашей стране или нет? Ну, нужно, не нужно. Дело в том, что действительно тяжело, потому что это Конституция, ее надо менять, и это очень сложная история. Я не думаю, что это реально. На самом деле, пути два. Или оставить все как есть и забыть об этой теме, которая все равно существует, которая все равно есть. И на самом деле, от того, что выслали венгерского консула, поверьте мне, не прекратился поток выдачи этих документов. И в Румынии есть. Просто будет ездить в Будапешт, а не в Мукачево. Поэтому это реальность, она просто существует. Или мы закрываем глаза и считаем, что так оно все будет, или действительно принимать какие-то меры. Меры не к людям, естественно, потому что их очень много. А не изменяя Конституцию, надо постоянно подумать юристам, что надо делать для того, чтобы их хотя бы не криминализовать. Потому что на сегодня они, по большому счету, потенциальные преступники. Понятно. Андрей, а вот теперь поговорим о той теме, которую вы уже затронули. Многие эксперты сейчас говорят, что у нас минимум сотни тысяч, а максимум несколько миллионов украинцев уже имеют двойное гражданство. Насколько эти люди, как вы считаете, политически лояльны к Украине? И что делать с теми обладателями двойного гражданства, которые занимают немаленькие должности? Например, работают депутатами местных советов. И не только местных, а и Верховной Рады, а и ключевые посадки в селевых структурах. Недавно было журналистское расследование про одного из руководителей разведки. И там тоже вопрос о российском, не просто гражданстве, а гражданстве, стране-агресора. Поэтому, смотрите, тут ситуация какая. Будь-якое подвойное гражданство означает фактически подвойную лояльность потому что он несет определенные ответственности, обязанности уже не только перед одной государством, а перед какой-то другой. И, соответственно, когда эта человек попадает на государственную службу, в депутаты, в любые уровни, в силовые структури, то эта человеку задает вопросом, а кому она в результате будет служить? Какой государстве? Какие интересы она будет выполнять? В общем, что будет для нее визначально в таких вопросах, как государственная таймница? Чи можно таким людям доверять государственную таймницу? На мой взгляд, категорично, если мова идет именно про чиновников, депутатов, силовиков, это неможливо. И наши спецслужбы должны бы этим заниматься, выявляти таких людей и вживать соответствующих заходов. Потому что это, на самом деле, прямая загроза государственности. Тем более, что очень часто мова идет не просто про подвойное гражданство, а подвойное гражданство именно с государственной агрессора, с Российской Федерации. Что, в принципе, является нонсенсом и неможливо. От недавно, буквально, последними днями, был скандал, например, это просто из остального. В Харкове глава одной из районных администраций выявилось, что у него российский паспорт, сейчас он переходит в Россию, ему высунули звинувачения в спигунстве и так далее. Я думаю, это далеко не поодинокий случай. И это не самый лучший чиновник, который имеет российский паспорт, або любой другой паспорт другой страны. Поэтому это большая проблема для национальной безопасности. Александр, если говорить не о чиновниках, не о тех, кто сидит в высоких кабинетах, а о простых украинцах, ведь, согласитесь, для них вот эта тема двойного гражданства, она далеко не политическая, а скорее всего не этническая. Это экономическая все-таки для них проблема. Им, грубо говоря, так проще зарабатывать за границей, собственно, и выживать. Это называется евроинтеграция по одиночке. Да. Индивидуально. Каждый индивидуальный евроинтегрированный граждан успешнее, чем страна в целом, потому что они, естественно, полноценные граждане Евросоюза со всеми его атрибутами и правом на работу. Конечно, это экономика. Поэтому, когда говорят о Закарпатии, конечно, я считаю, что нет никакого рода сепаратизма, они реально уезжают. И это просто самые условно продвинутые, самые успешные выскочили с этим паспортами. Они просто часть массового выезда людей, которые сейчас существуют, которые едут в Польшу, Венгрию и все остальные страны Европы. А будут ли они голосовать, я очень сомневаюсь. Потому что это люди, на самом деле, понимаете, молодые, они вообще, к сожалению, в нашем мире не ограничиваются всегда границами какими-то. Они живут вне границ. В общем, пространстве это не только Украина касается, кстати. И поэтому голосуют правоконсервативные, пенсионеры, как правило, голосуют, молодежь голосует мало. А тут они не просто не голосуют, они действительно едут. И мне кажется, что этих людей мы уже не вернем. Человек, который получил паспорт Евросоюза, ну, можно, конечно, верить в том, что Украина достигнет уровня жизни в Венгрии через 3-4-5 лет. Но я в этом пока сомневаюсь. Вы в этом сомневаетесь? Андрей, меньше минуты, 30 секунд, коротко. Верите ли вы, что до выборов эта проблема может быть решена законодательно в Верховной Раде? И есть ли в парламенте уже какие-то законопроекты способны урегулировать эту ситуацию? На жаль, вся Верховная Рада в певной нации не будет способна. Будет способна та, в которой будет великая фракция патриотов, свободовцев. А что касается этой ситуации, в Закарпатии, я не совсем согласен с коллегой. На жаль, там есть загроза сепаратизму. И если не будет вживаться в соответствующих заходов центральной владе, то мы можем отримать великую проблему на захидном кордоне. Если будет сильная и патриотичная влада, поверьте, на захидном кордоне с всеми нашими соседями будет ладо спокойно. Спасибо вам за эти ответы. Андрей Ильенко, Александр Мартыненко были гостями подробностей недели. Мы продолжим. Языковую тему сегодня прокомментировал и президент Украины. Во время визита в Одесскую область Петр Порошенко вместе с премьер-министром Болгарии посетил Болградскую гимназию имени Раковского. Это учебное заведение работает уже 160 лет. Тогда, в первом классе, я начал изучать французскую мову. И это было абсолютно диво, что в райцентре где-то, но не где-то, в первой школе мы учили французскую мову. А сегодня все близко общаются Болгарской. И для меня это принципово. Кто-то там каже, что существует как-то загроза или традиция асимиляции Болгар в Украине. Нет. Это не просто неправда, а это противоречит нашей политике. Потому что защит национальных меньшин является первым нашим премьер-министром. И общественная реформа, которую мы проводили в Украине, я точно защищаю тех, кто выучает разные мовы, особенно с болгарской. Чем больше ты знаешь мов, тем больше ты готов к европейскому жизни. А моя цель повернуть Украину в родину европейских народов. 36 миллиардов, 47 миллиардов, 56 миллиардов. Расходы государства на ремонт и содержание дорог растут каждый год. Это одна из самых больших статей бюджета. Но и этих денег не хватает. Слишком много ям, слишком алчные воры и слишком долго накапливались проблемы. В итоге плохие дороги главная причина аварий. В любой цивилизованной стране дорожные службы уже были бы завалены исками от пострадавших водителей. К примеру, в Америке с их качеством дорог на выплаты автомобилистам государство тратит миллионы долларов. А что у нас Фируза Бегматова выясняла? Я хотел сообщить о том, что я попал в ДТП по улице. Это автовладелец Никита Кушнерский. Mercedes-Benz S500 и вторая машина Яма. В Яме у машины Никиты повредилось колесо. А это значит, что на место ДТП должна приехать полиция. А за ней дорожники, которые в теории должны быстро устранить аварийный участок. А затем даже за ремонт поврежденного авто заплатить владельцу компенсацию. Но на том конце провода такого поворота явно не ожидали. Хотя родные дороги с лунным ландшафтом главная причина аварий. Степень аварийности, если считать его, он порядка 97%. А чтобы аварийность победить и одну из двух главных без страны устранить, в этом году на ремонт и строительство дорог выделили рекордные 47 миллиардов гривен. В следующем обещают и еще больше. Но сколько дорожный бюджет не расширяй, все равно на все не хватит. Нам необходимо где-то порядка 100 миллиардов долларов. Ведь почти 90% дорог в Украине и дорогами назвать сложно. Да и быстро восстановить то, что не ремонтировали годами невозможно. У нас нет производственных мощностей, чтобы освоить даже эти деньги. Рабочие руки и техника в дефиците. А вот чиновников, которые с энтузиазмом берутся освоить бюджетные деньги с избытком. На прошлой неделе таких энтузиастов правоохранители искали аж в 15 областях. По всей стране провели массовые обыски в Автодорах. А все потому, что обнаружили списание госсредств на четверть миллиарда гривен. В Украфтодоре позже объяснили, они не виноваты. Это все попередники в 12-14 годах. К примеру, к евро законы математики в дорожной арифметике лихо объезжали. 5 миллиардов гривен выделялось на строительство, 5 миллионов на километр приблизительно себестоимость была. При нормальной наценке это должно было 6,5 миллиона, реально получалось 40. Коррупционная составляющая она зашкаливала. А пока чиновники сквозь дорожные дыры просеивают государственные миллионы, водители попадают в ямы и на большие суммы. Ущерб получился больше 100 тысяч гривен. Такую сумму нашему герою пришлось выложить из своего кармана за ремонт машины, когда он влетел в очередную яму два года назад. Тогда он тоже пытался возместить ущерб. И в итоге материал просто потерян. Для того, чтобы подать в суд, нужен виновник. Сначала нужно установить, кто в этом виноват, а потом уже на него подавать в суд для возмещения материального ущерба. В этот раз Никита решил быть более настойчивым. Но по иронии судьбы, пока ждали полицию, Никита попал во второе ДТП. В его машину въехала фура. Не рискуя ждать полицию дольше, решили воспользоваться, так сказать, служебным положением. Я журналист, вот мы подъехали сюда и хотели узнать, когда приедет полиция. После звонка экипаж полицейских приехал сразу. Водитель фуры сдавал назад, да, и въехал мне в бампер. У меня джекпот, да. Полиция хорошо знакома с процедурой приямочных ДТП, поэтому и ответственных за содержание дорог уже сами вызвали. Ну, это прошлый раз представители дорожной службы должны зафиксировать наличие ямы и найти ответственного за этот участок. Но за нашей неторопливой беседой пошел третий час ожидания, а представителя все нет. Сейчас буду искать, кто будет выезжать. На четвертый час устала ждать уже и полиция. Будет, осмотрит, буду заделывать, конечно. Но сколько украинские ямы не заделывай, они появляются вновь. И хотя в Украинской автодоре обещают упразднить ямочный ремонт как явление, пока временные заплаты на дорогах ставят повсеместно. А украинские водители из ям едут прямо на СТО. Но обращаются за возмещением ущерба к чиновникам крайне редко. По дорогам госзначения за последние два года было всего лишь шесть обращений в суды. Одно решение было выиграно, одно было отозвано, остальные находятся в производстве. Но если в Украине получить компенсацию от Автодора это настоящее судебное чудо, то за границей привычная практика. Америка страна ровных дорог и частых судебных исков. Поломал машину в яме на трассе, город должен выплатить компенсацию. Там была большая яма, я пытался ее объехать, но не смог. Не смог Крис добиться справедливости от местных властей и полторы тысячи на ремонт машины заплатил сам. Они сказали, что не знали о существовании этой ямы. Хоть и выглядит эта история очень по-украински, но скорее исключение. В Америке дорожные службы ежедневно проверяют состояние трасс, фиксируя и ограждая аварийные участки. Ведь ремонтировать дороги казне дешевле. Потому что на компенсацию убытков водителям, которые повредили машины из-за выбоин, тратят космические суммы. К примеру, в Северной Каролине ежегодно порядка 6 миллионов долларов, а в Луизиане 42 миллиона. За поломку авто из-за плохой дороги выкладывают от 100 долларов до нескольких тысяч. А если есть пострадавшие, то и до суммы с шести нулями может дойти. Подъезжая к Нью-Йорку, я попал в большую яму и повредил колесо свой автомобиль. Ростислав наш соотечественник, который давно живет в Америке. Машину повредил как раз по вине дорожных служб. И в результате я отправил обычной почтой страховую компанию своего банка. И буквально через небольшой промежуток времени я получил чек. А чтобы получать компенсацию от государства стало легче, в Штатах даже приложение запустили, которым жителям предлагают фотографировать ямы и отправлять снимки в городские службы как доказательство. Но в наших реалиях эти ноу-хау точно не работают. Украинских дорожников не то что фотографии, даже полицейским протоколом не проймешь. Вы заходы в тюрьме очаговать. Заложайте в тюрьме. Фируза Бегматова, Наталья Шумакова, Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер. Вот просто любопытно, какую же сумму пришлось бы еще заложить в бюджет, если бы у нас стало реально выбить в суде компенсацию за повреждение машины из-за дорожных ям. Кажется, это было бы даже больше, чем тратят на дорожные ремонты. Давайте обсудим эту тему с Александром Кава, экспертом и советником главы Украфтодора. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что не побоялись прийти. Смотрите, вы, наверное, не будете со мной спорить, если я скажу, что наши украинские дороги стали какой-то просто бездонной ямой. Но можно хоть приблизительно сказать, сколько средств и времени нужно потратить, чтобы они стали более-менее цивилизованы? Это вообще реально на сегодняшний день или нет? Результат, который мы видим сейчас на дорогах, сформировался не за год и не за два. Это результат того, что на протяжении более 20 лет дорожная отрасль хронически недофинансировалась. Дороги эксплуатировались на износ и сейчас, если посмотреть на общую сеть дорог общего пользования, это 170 тысяч километров государственных и местных дорог, из них 95% работает сверхустановленных нормативов. То есть, это дороги, которые нуждались в капитальном ремонте 10, 20, а то и 30 лет, но из-за того, что дорожная отрасль финансировалась по остаточному признаку, эти дороги остаются в виде, в котором есть. Если посмотреть на особняки глав автодоров от районного уровня и заканчивая Киевом, то кажется, что эта область даже перефинансировалась и дефицита вообще не было. Если сравнить объемы финансирования дорожной отрасли в Украине и, например, в соседних странах, там, в Польше, Чехии, Словакии, то вы увидите, что украинская дорожная отрасль финансировалась в очень маленьких размерах. Хорошо. Если в идеале, вот коротко, срок и денег сколько нужно? Нужно порядка 7 лет и 1 триллион гривен на то, чтобы 170 тысяч километров дорог привести в надлежащее состояние. Хорошо. Смотрите, вот на сегодняшний день отдельный вопрос качества дорог. Уже много лет мы видим, делают полотно в определенном месте, через год все это сходит или со снегом, или с первыми дождями, яма на яме, что на сегодняшний день вот, ну, Алексей, это исполнителей проблема, я хочу понять, или вот просто действительно из-за недофинансирования или наоборот экономии на ремонтных материалах. Алексей, есть разные виды ремонтов. Что касается реконструкции, капитальных ремонтов и среднетекущих ремонтов, то таких прецедентов, чтобы со снегом сходил асфальт, нет. Но просто объемы ремонта, например, в этом году будет отремонтировано порядка 4 тысяч километров и 170 тысяч километров такими видами ремонта. В прошлом году это было 2 тысячи километров, годом ранее тысяча километров. Бывали годы, например, 2014 год всего лишь 102 километра было отремонтировано дорог по всей стране и 170 тысяч. То есть это даже не иголка в стоге сена и не капля в море. То есть это просто небольшой объем. А ямочный ремонт, это знаете, как старое прохудившееся пальто, которое давно нужно было бы сменить, но поскольку у человека нет денег, он вынужден его латать, чтобы хоть как-то обеспечивать эксплуатационную пригодность. И латка, например, она не держится не из-за того, что она плохо поставлена, а из-за того, что основания просто уже не выдерживают таких нагрузок. Ямочный ремонт это вынужденная мера, от которой Украфтодор может отказаться. А вот не так давно еще политики обещали, что если подрядчик сделает некачественную свою работу, то власть будет заставлять его переделывать за свой счет этот участок дороги. Практика эта уже действует? После прикода Славомира Новака в Украфтодор, это бывший министр транспорта Польши, бывший депутат польского сейма, а пришел он в 2016 году, в Украфтодоре действуют жесткие требования по гарантии. По среднему ремонту это 5 лет гарантии, по реконструкции и капитальному ремонту 10 лет гарантии. Уже были прецеденты, когда возникали какие-то дефекты и подрядчики за свой счет эти дефекты ликвидировали. Что касается ямочного ремонта, то, как я уже сказал, конечно, гарантировать, что лапки долго продержатся. Ну, понятное дело, что мы говорим о глобальном покрытии. Хорошо. Отдельная история с дорогами там более-менее понятна. Отдельная история мосты. Многие местные руководители, вот последним был Геннадий Маскаль, в Закарпатии, жалуются, что сотни аварийных мостов у нас в Украине есть. Если на дороге еще деньги как-то выделяются, то на поддержание, на ремонт, а возможно и строительство новых мостов, их практически нет. Что с этой проблемой делать? Что касается мостов, это тоже результат хронического недофинансирования отрасли. Например, на дорогах государственного значения, за которые отвечает УкрАвтодор, находится порядка 6 тысяч мостов. Из них 4 тысячи нуждаются в ремонте, тысячи нуждаются в срочном ремонте, то есть это по сути аварийные мосты, часть из которых уже закрыты даже для движения. На местных дорогах еще десятки тысяч мостов. То есть здесь опять же, чтобы ситуацию изменить, нужно финансировать эти ремонты. Например, УкрАвтодор в этом году ввел в эксплуатацию новый мост на трассе М-15 Одесса-Рени возле села Паланка. То есть там был старый аварийный мост через приток Уднистра, который уже угрожал в сообщению между континентальной частью страны Южной Бессарабии. Перед сезоном летний мост был открыт и пользуется большим спросом и популярностью. На следующий год что-то заложено по деньгам? На следующий год планируется отремонтировать порядка ста мостов на дорогах государственного пока значения. Хорошо. Спасибо вам за эти ответы. Мы говорили с Александром Кавой, советником главы УкрАвтодора. Продолжим. Тему дорожных ремонтов мы еще и темой безопасности на дорогах эксклюзивно для нашей программы прокомментировал их Владимир Гройсман. Как будут контролировать расходование бюджетных средств и что планирует сделать правительство, чтобы снизить аварийность? Ответы премьера сразу после рекламы. Вы смотрите подробности недели мы возвращаемся в прямой эфир. Украина и Грузия упростили правила пересечения границы. Теперь люди смогут въезжать в страну по внутренним документам айди паспортам. Соглашение об этом подписали сегодня в Кишиневе главы правительств двух стран. В столице Молдовы проходит саммит ГУАМ регионального объединения четырех государств Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Нашу страну на саммите представляет Владимир Гройсман. И там же в Кишиневе премьер специально для нашей программы ответил на вопросы о дорогах в Украине. Как будут контролировать расходование бюджетных средств и что планирует сделать правительство, чтобы снизить аварийность? Давайте посмотрим. В 2017 году мы начали масштабно строить дороги. И единственное, что сегодня нужно делать, это продолжить выполнять тот план, который мы подтвердили на 2018-2022 год. Мова идет о том, что мы за 5 лет объединяем абсолютно все областные центры между собой. Мы в следующем году предпочитаем 56 миллиардов на дороги в Украине. В этом году 47 миллиардов, из которых 47 миллиардов 11 миллиардов пошли на местные дороги. В следующий год это будет 56 миллиардов, из которых 17 миллиардов и 70 миллиардов пойдут на местные дороги. Это дороги между районными центрами, там, где никогда до государства не доходили руки до этих вопросов, но сегодня мы их начинаем вырешивать. Другая позиция, очень важная. Мы начали строить дороги в 2017-м году, а проектование осталось еще старым, пострадянским. И поэтому с вересня мы много работали на том, чтобы изменить нормы проектования, чтобы дороги были такие, как и в Европе, чтобы безопасность, уровень безопасности на дорогах был такой, как и в Европе. Это означает, что нужно строить соответствующие заходы прямо на дорогах в рамках строительства, движения по колу, которые дают уменьшение скорости, строительства безопасности, освещенные пешеходные переходы, разные автоматические системы, разделивающие системы на дорогах, чтобы разъединять встречные смыги и так далее. Это все даст возможность уникнуть величезную виклику, которую у нас есть. У нас величезная смертность на дорогах. Как только мы строим дорогу, по ней начинают летать с скреженной скоростью. И поэтому с одного боку вопрос строительства дороги будет продолжаться, но с другого мы будем посиливать наши требования и в том числе контроль не только за строительством противоаварийных заходов или систем защиты людей, а в том числе и контролем за водителями. Потому что главная причина такой высокой смертности, высокой ДТП это все же таки перемещение швидкости на украинских дорогах. Украина Когда что-то происходит позитивно, кто-то пытается на этом паразитировать и не додать деньги к украинских дорогах. Но это вопрос правоохранной системы, это вопрос наших аудиторских служб. Они сейчас будут делать проверки. Я сразу буду обратиться к правоохранной системе, чтобы карали тех, кто, возможно, позволил себе покласти деньги не в дорогу, а в кишени. Это непрепустимо. Украинцы должны ездить по хорошим дорогам. Если говорить о нашей стратегии, то за 5 лет объединять все областные центры, это очень серьезная площадка работы, это приблизительно около 300 миллиардов гривен. То есть, если с таким финансированием, как мы говорим сегодня, то мы выходим на базовый показатель того, что мы объединяем все дороги. Ну а дальше доскональности нет меж. То есть, что это десятки, сотни миллиардов, которые нужно инвестировать в украинскую инфраструктуру. Учителя грозят забастовкой. Доплат нет. Люди живут только на ставку. И это при том, что из доплаты это доходы у них получаются откровенно унизительными. Планировали выйти протестовать возле Кабмина, но акцию перенесли. Говорят, надеются на компромисс. Почему вообще возникла такая проблема и кто должен ее решать, разбиралась Инна Томина. Житие учителя – это кактус, одни колючки. 20 лет стажа, нагрузка более 20 часов в месяц и классное руководство. Это трудовые будни учительницы биологии Елены Савинок. Говорит, профессия хоть и благородная, но неблагодарная. Я специально пораховала. За 21 часа я отримую 6218 гривен. Это та ставка, которая закладена соответствующим бюджетом. Но в связи с тем, что мы живем в городе Киеве, нам всегда доплачивали 20%. Это нам платы в Кабмин. Это выходит, я вам скажу, 1244 гривни. И 30% нам оплачивали муниципальная надбавка. Это 1866 гривен. Всего Елена Васильевна получала около 9 тысяч. Но после летних каникул ее и коллег ждал сюрприз. В столице решили урезать надбавки. А это ни много ни мало треть скромного учительского дохода. То есть выходит, что мы уже на меже братства. В столице семье прожить и на 9 тысяч в месяц трудно. А на 6 вообще катастрофа. Половина зарплаты уходит на еду. Остальное сидят платежки. То есть выходит, что если у нас снимаются надбавки и остается моя зарплата, у меня больше, чем 50% идет только на оплату коммунальных послуг. А доплат нет, потому что в городском бюджете не хватило денег, говорят в профсоюзе. Тогда был дефицит 865 миллионов. Враховывая, что киевская власть знала ресурсы своих джерел на грошовую нагороду, то за 4 месяца нужно найти еще близко пів миллиарда. Эти деньги столичной власти пообещали найти. А вот учителям в регионах повезло еще меньше. Это педагоги в Кропивницком. Их финансовая ситуация одна из самых сложных в стране. Они никак не могут решить главное арифметическое задание. Как разделить копеечную зарплату так, чтобы хватило на все? У каждого из нас детей, у каждого хворя, батьки, которым нужно помогать. И нашей зарплаты, на жаль, не хватает. Нам очень тяжело всем. Это и коммунальные послуги, и мы знаем, и рынковые цены. Они тоже каждый день возрастают. Это очень тяжело. Я уже не говорю про то, что мы постоянно готовимся до уроков. И нам много материалов. Раньше по вертикали столица, область, районы спускались дотации, которые шли на доплаты медикам, педагогам и библиотекарям. После децентрализации схема изменилась. И оказалось, что не все местные власти готовы к переменам. И найпроблемнейшая ситуация, безумно, это место Кропивницкий, где больше 55 миллионов не хватает. Мы с этого привода вернулись до кабинета министра, вернулись до урядовых структур, Министерства освіти, с тем, чтобы эти проблемы были решены. Пока что они не реализованы. А пока проблема не решена, педагоги готовятся к всеукраинской забастовке. Предупредительной. 17 жовтня мы планируем все разом, организованно, выйти на акцию протеста, и быть рядом к кабинету министров, и рядом к Верховной Раде, чтобы нас услышали. Наша цель не акций ради акций, наша цель для того, чтобы нас услышали и сели за стол переговоров. Но в Кабмине решать проблему посоветовали не на Грушевского. Говорят, деньги на надбавки стоит искать на счетах местной власти. Мол, именно там неправильно распоряжаются средствами. В регионы еще и ревизоров отправить обещают. До этой проверки будет долучена Державная Адитслужба. За областных денег мы гроши людям заплатим, а областные деньги в карьерах они потрапляют. Они же потрапляют из Державного бюджета. А этих голевых администраций позволяем. И вообще оправдывается правительство. За последние два года пусть и немного, но зарплаты педагогам все-таки подняли. Но вот в следующем году на повышение денег в бюджете нет. Для того, чтобы это можно было реализовать, нужно дополнительно 110 миллиардов гривен. Это практически значительная часть бюджета, вообще, области в целом в Украине. Понятно, что таких ресурсов для бюджета 2019 года, дополнительно 110 миллиардов гривен, нет. Но зарплату в 11 тысяч украинским работникам образования все же обещают. Правда, в 2023 году. Вот такие какие-то впечатления, что, знаете, все теоретовцы не учились и не знают, что знания на сегодняшний день это самое главное, что мы можем сейчас дать детям. Инна Томина, Сергей Керимник, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности недели, телеканал Интер. Кризисная ситуация и в экстренной медицине. Уже несколько лет расходы госбюджета на скорую помощь равны нулю. Ответственность за скорое на местных бюджетах, а там, ну уж кому как повезло. Об этой проблеме сегодня говорили и в Верховной Раде, и у ее стен. Там состоялась акция протеста работников скорой. Следующий год должен стать первым за долгое время, когда расходы на экстренную медицину все-таки внесут в государственную смету. Но и то не для всех. Только миллиард гривен и всего для нескольких областей. А остальные выживайте как можете. По всей Украине розвешені рекламные билборди про швидку допомогу. Но это черговый обман. Потому что в наступном году предбачены деньги на швидку допомогу газовой отрасли тоже грозят забастовкой. И тоже из-за проблем с оплатой труда. На этой неделе они уже пикетировали нацкомиссию по регулированию энергетики. Сотни людей из 20 газораспределительных предприятий из большинства областей Украины. Главное требование пересмотреть тариф на доставку газа. При нынешнем, а он не пересматривался уже три года, пока росли все другие цены в стране, нельзя обеспечить выплату зарплат в отрасли даже на уровне среднем по промышленности. Тысячи людей из-за этого уже уволились. Продолжим обсуждение итогов политической недели. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, гость нашей программы. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Вот как вы оцениваете все вот эти угрозы забастовок с разных сторон? Почему даже, например, проблему выплаты учителям не могут решить? На самом деле, учителя абсолютно правы, когда протестуют, потому что их просто обманули. Ведь по закону об образовании с 1 января 2018 года зарплата учителя должна быть минимум 3 минимальных зарплаты. То есть это около 11 тысяч гривен, причем это без премии доплат. На самом деле, за 8 месяцев этого года средняя зарплата учителя 6400. Это меньше, чем зарплата средняя в экономике. Второе. Начались задержки по выплату, потому что уже сегодня ясно, что субвенций и не хватает на миллиард 300 до конца года. И вот это ложится на то, что уже в нескольких областях начались задержки по выплатам зарплаты. И люди просто выходят перекрывать дороги. Кстати, они приходили и в Верховный Совет. Около 200 человек сделали своего рода предупредительную акцию. И я убежден, что акция будет продолжена, потому что люди чувствуют себя обманутыми. Вообще проблема вся в зарплатах, проблема в социальных выплатах, она неизбежно встала бы, потому что с сегодняшним бюджетом и с бюджетом следующего года это неизбежно. Не может страна жить, когда делается бюджет полицейского государства, плюс 15 миллиардов закладывается на выплату силовым структурам. Я даже армию не беру, это полиция, это прокуратура, суды, служба безопасности. И фактически уменьшаются социальные выплаты и зарплаты. Потому что когда анонсируют, что на 5% вырастут зарплаты или социальные выплаты, то даже при официальном уровне инфляции в 7,4% это фактически снижение. Юрий Александрович, социальные выплаты весь этот год ведь обещали еще что-то добавить в бюджете нынешнего года. Говорило правительство, дождемся осени, потом решим кому что добавить. Получается, что уже в этом году добавлять не из чего. Ни одного, кроме нашего закона 90-19, о том, чтобы увеличить бюджет на выплату чернобыльцам согласно решению Конституционного суда на 765 миллионов, они должны получить выплаты, это то, что им должно государство. Так вот, кроме нашего закона, ни одного закона об изменении в бюджет по вопросам, которые сегодня ставились, нет. То есть правительство не собирается этого делать, они не собираются пересматривать бюджет этого года. Более того, бюджет следующего года, он в худших традициях повторяет предыдущие бюджеты, которые привели к подобного рода провалам. Давайте к итогам этой недели. Ваша фракция, вот как я понял, не поддержала ни один из четырех законопроектов по языку, да, которые рассматривались на этой неделе. Почему и в каком виде, по-вашему, может быть проголосован окончательный вариант этого документа? Мы считаем, что те законопроекты, которые были внесены в парламент, они в той или иной степени являются карательными. Когда человек просто не имеет права, согласно принятому закону в первом чтении, разговаривать на языке, к которому он привык, когда его ограничивают в своих правах, когда вы в магазине не сможете говорить на языке, они не смогут вам ответить, то это, во-первых, ограничение свободы самого человека, это как раньше загоняли в коммуны и в колхозы. Палкой, дубиной вот так же загоняют сегодня под предлогом защиты государственного языка. Государственный язык надо защищать сильной экономикой, хорошими пенсиями, достойными зарплатами, потому что, учитывая трудовую миграцию и демографическую ситуацию, когда умирают людей больше, чем рождается, у нас в стране скоро вообще некому будет говорить на языках. И еще один очень важный момент, и люди о нем должны знать. Вот по этому закону, который принят, создается четыре конторы, которые будут следить, как он исполняется. Это комиссия по отслеживанию языка, комитет, уполномоченный по защите государственного языка, так он называется. Так вот, учитывая тотально коррупционность сегодняшнего режима, можете себе представить, сколько будет стоить справка о знании украинского языка для претендента на государственную должность. Это колоссальная коррупционная схема. Это в свое время критиковали, была такая попытка сделать тендерную палату. Если вы помните, в парламенте то же самое, когда все проводит через отдельную палату. Вот сегодня все хотят загнать, все экзамены на знание государственного языка, хотят загнать через вот эту кормушку, на которую уже мы знаем есть претенденты. То есть мы против таких схем, мы против таких карательных законов. Поэтому мы это не поддержали. Мы считаем, что наш украинский язык надо защищать, но защищать экономически, повышая уровень жизни людей. Еще одно решение этой недели это продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса. Вот это решение ваша фракция поддержала. По вашей оценке это может? Поможет урегулированию? Вы знаете, это очень сложный вопрос, поскольку все в стране хотят примирения. И вот этот закон об особом статусе, он является одним из пунктов Минских соглашений, которые всем миром приняты как база для дипломатического решения военного конфликта. И мы прекрасно понимаем, что он не работал и не работает, поскольку он противоречит Конституции, и надо вносить изменения в Конституцию. Но, вот как сигнал того, что наша страна готова к мирному урегулированию, как посыл того, что мы готовы к переговорам, вот это как бы надежда на мир, вот мы из этих соображений поддержали. Потому что он является составной частью Минского протокола, который мы в свою очередь тоже поддержали подписание. Это было очень важное, ответственное решение, и оно остановило активную фазу боевых действий. Вот из этих соображений мы поддержали закон об особом статусе. Ну что ж, все понятно. Спасибо вам за этот разговор. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы. Спасибо. Готовятся к обсуждению бюджета на следующий год и в Батькивщине. В этой полицине уже не раз голосовали против законопроектов о бюджете и обещают поступить так же и в этом году, если правительство не внесет поправки в документы. В тему бюджете величезна боргова яма. Если в прошлом году мы платили, как Украина, 305 миллиардов гривен на обслуживание и повернение боргов, и это было больше, чем пенсийный фонд, и больше, чем выдатки на оборону. На следующий год они хотят уже 419 миллиардов гривен закласти на повернение и обслуживание боргов государства, которые накопичены этим президентом и этим урядом. А это означает, что это уже будет майже вдвече больше, чем весь пенсийный фонд страны. И это будет в 4 рази больше, чем те, что витрачается на оборону Украины. То есть, нас втягивают, втягивают и втягивают в борговую яму. И поэтому наши пропозиции – это разморозить пенсии и заработные платы. Это прекратить дальше лезть в борги, которые не просто проедаются, а эти борги, которые берет Украина, они используются на финансовые пирамиды, на их обслуживание, которые построены в Национальном банке. Надо абсолютно переглянуть тарифную политику, и бюджет с такой тарифной политикой принимать не можно. Но, по сути, это бюджет стагнации экономической, это бюджет бедности. И, кстати, показательная новость о госдолге. Всего лишь за сентябрь резервы Нацбанка снизились аж на 500 миллионов долларов. Деньги ушли как раз на выплаты кредиторам. Теперь резервы Нацбанка покрывают лишь два месяца импорта в страну. Это очень низкий показатель. Сколько стоит бумажный пережиток прошлого? 120 миллионов гривен в год. Именно такую сумму, по подсчетам Министерства экономики, тратят украинские предприниматели на книги жалоб. Поэтому в правительстве решили их упразднить. Мол, этот метод борьбы за качество услуг уже давно неэффективен. Но есть ли альтернативы, знакомые еще с советских времен, жалобной книге? И так ли она бесполезна? Чтобы выяснить это, Евгения Коваленко провела ревизию украинской и европейской сферы услуг. Когда-то эта фраза приводила в ужас работников торговли и сферы услуг. Ведь это был чуть ли не единственный способ народного контроля и защиты своих потребительских прав. Но эпоха этой бумажной борьбы закончилась. Правительство хочет отменить книги отзыва и предложений. Ведь уже давно есть множество современных альтернатив. Где можно пожаловаться или похвалить. Геннадий владелец одного из киевских ресторанов. Здесь есть и уголок потребителя, и жалобная книга. Все как положено в советском прошлом. Вот только пользуется книгой очень редко. Просят в основном посетители постарше. И в большей степени благодарности ради. Это писал какой-то доктор. И вряд ли можно расшифровать то, что здесь написано. Но насколько я помню, это была благодарственная надпись за наши наливки. Но сейчас большинство отзывов пишут в интернете. Там и почерк разборчивее, и интерактив оперативнее. Ресторатор отслеживает все сам, чтобы понимать, что же нужно гостю. Чтобы мониторить, допустим, качественно работает заведение или некачественно, это нужно делать через фейсбук, через преподвайзер. Если там даже гость не пожаловался, мы видим, что возможно что-то не так. Всегда подойдет администратор и спросит. Но далеко не все украинские бизнесмены так щепетильны. Для многих репутация ничто. Деньги – все. Вот сегодня заработать, а завтра без разницы, что будет. Штрафы копеечные, наказание символическое. Последний раз проверяли кафе. Два года никто на книгу жалоб не отвечал. Проверяли рынок в Киеве. Десять лет никто не отвечал на книгу жалоб. Да и сами потребители бывают не слишком требовательны к качеству. Ведь еще жива память о бессмысленном и беспощадном советском сервисе. Это может ничего не дать. Людям вредит на кого писать. Но вот Регина все-таки верит в силу письменной жалобы. Но не бумажной, а виртуальной. Ведь сама оставляла в книге предложений несколько пожеланий. Но без толку. Официанка была грубая. И рахунок принесли не тот, который был ранее вказан. Один раз была ситуация, когда мы смотрели книгу скарг, а там ее проверяет та человек, на которую мы скаржились. Хоть и реакции на жалобы часто ноль, но по закону жалобные книги пока должны быть у всех бизнесменов. Если кто-то сделает вид, что она втрачена, и завели новую книгу скарг и пропозицию, то в принципе и санкции за это недостатньо высокие. И ответственность с бизнесом недостатньо высокая. За неправильно оформленную книгу или ее отсутствие нарушителю грозит штраф. Аж 17 гривен. Проверять книги должна Госпродпотребслужба раз в 5 лет. Внеплановые проверки чуть оперативнее. Если вы пострадали от пищевки, это быстрое реагирование, допустим, в течение недели, может чуть больше. А если вы покупили технику, вас обманули на услугах, то вам помогут не сразу. Вот у меня из примера по 4-5 месяцев проверка шла. И за это время предприниматели благополучно успевают поменять документы. Поэтому в Минэкономике решили этот бюрократический атовизм отменить. Ведь жалобные книги лишь усложняют и без того нелегкую предпринимательскую жизнь. К тому же на их ведение украинские бизнесмены суммарно тратят больше 120 миллионов гривен в год. В больших магазинах это может быть не те, что десятки, это сотни или даже тысячи книг скарг. Потому что они теоретически должны быть на каждого отдельного продавца. Может быть реестр свернений, реестр ответов. Может быть признан ответственность за ведение этих книг скарг. Квартальные проверки ведения книг скарг. И, конечно, государственные службовцы, которые штрафуют за некорректное оформление этих папирцов. За все это бизнес, конечно, платит. Правда, эксперты считают, что такие подсчеты преувеличены. Если уж отменять старое, нужно придумать новое. Мы привели свой разрахунок. То заявилось, что никакие 120 миллионов гривен даже нет. Они в 10 разов завышили вартость книги скарг и пропозиции. Но необходимо впровадить систему, которая будет заменять книгу скарг и пропозиции. Но в правительстве парирует. Альтернативная система уже давно есть. Відгуки споживачів, они собираются с совсем другими методами. Начинаючи от онлайн-ресурсов, от разноманитных сервисов по рейтингу тех же самых кафе и магазинів, и онлайн-зверненнях до службы, которая занимается контролем якости товаров. Виртуальные книги отзывов и рейтинги. Это уже давно работает и у нас, и в Европе. Кстати, там о бумажных тетрадях для жалоб даже в доинтернетные времена не слышали. Тут принята практика контактировать через сайт или жаловаться на месте. Все рестораны и отели сотрудничают с независимым сайтом TripAdvisor. На него не могут повлиять собственники, и каждый клиент имеет право оставить свое мнение. Если есть жалоба или плохое отношение к клиенту, он всегда может написать через имейл или позвонить. Не получается решить вопрос на месте, можно пожаловаться в соцсетях, но собственники бизнеса сделают все возможное, чтобы этого не случилось. Ведь рейтинги упадут. Если оставлен плохой отзыв, мы можем написать ответ и объяснить, почему так произошло, и попытаться спасти свою репутацию. Самый радикальный способ оспорить некачественную услугу в Бельгии, как и у нас, пойти в суд или обратиться в организацию защиты прав потребителей. Мы предоставляем посреднические услуги, пытаемся найти решение простым конфликтом, когда клиент не хочет идти в суд через дорогостоимость процедуры. Защитники прав потребителей пытаются стороны помирить. Если не удается, то информируют о нарушении Министерства экономики. И тогда начинается серьезное разбирательство, которое заканчивается штрафом. И не копеечным, как у нас, а очень ощутимым. Ведь в Европе виртуальная система контроля это действенный механизм, а не бумажная имитация традиции ради. Евгения Коваленко, Елена Абрамович, Оксана Малашенкова, Вячеслав Фролов, Богдан Савруцкий, Василий Миновщиков. Подробности недели телеканал Интер. На Восточном фронте без перемен. Постоянные провокации и обстрелы, в том числе и из запрещенных орудий. Среди наших бойцов есть раненые. И одной из самых горячих точек на фронте уже 4 года остается Широкино. Когда-то курортный поселок недалеко от Мариуполя. Сейчас это зона активных боевых действий. Оттуда вернулся наш военкор Игорь Левенок. И там, в почти полностью разрушенном Широкино, ему удалось оживить мирное прошлое. Как? Посмотрите в его материале. Эта история началась со старенькой видеокассеты. Ее среди руин разбомбленного дома в Широкино нашли наши военные. Когда-то на ней был записан школьный выпускной. До речи, пишу выпись 99-го року. Можливо, найдете выпускников, передайте им, пожалуйста. К этой кассете мы еще вернемся. Очевидно, ее хозяевам было не до сантиментов, когда они покидали Широкино. Мирное население эвакуировали отсюда в феврале 15-го года. Все происходило быстро. Люди брали с собой лишь ручную кладь, вещи первой необходимости и эвакуировались по гуманитарному коридору. С того времени гражданских сюда не пускают. Широкино уже почти 4 года находится в зоне активных боевых действий. До войны на востоке в поселке проживали около 2000 человек. 20 километров от Мариуполя. Это был популярный курорт на берегу Азовского моря. Базы отдыха, уютные кафе, пляжи и шикарные особняки. Все это осталось в прошлом, а настоящее выглядит так. Среди руин завывает морской ветер. Поселок растерзан войной, изуродованный и мертвый. Это видео лета 15-го. Жуткий обстрел оккупантами жилых кварталов. Террористы бомбят Широкино. Что-то у нас тут просвистело. Все при с ума сошли или что? Тупо сносят Широкино. Украинские войска выбили из поселка боевиков, но линия фронта совсем близко. Почти каждый день в Широкино прилетают мины и снаряды от русского мира. В это трудно поверить, но видеокассета, которая пролежала в разбомбленном доме, больше трех лет все же сохранила память о мирных временах. Последний звонок и выпускной вечер учеников Широкинской школы. 1999 год. 25-й школьный выпуск. Счастливые дети, напутственные речи, танцы до утра и, конечно же, рассвет на берегу моря. Десятый класс. Десятый класс. Ай, какие вообще. Димка. А Димке звонила, кстати. Не берет? Отключена. Нескольких людей, снятых на этой пленке, нам все же удалось найти. Мы встретились в Мариуполе. Воспоминания, эмоции. Вот я. Вот, 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 вот она. Выпускников 99-го в Широкино было 23. Сейчас им под 35 лет. Говорят, до войны старались поддерживать связь со всеми одноклассниками, но сейчас судьба разбросала. Многие живут в Мариуполе. Несколько человек уехали в Россию и Израиль. Пара-тройка остались на оккупированной территории. Насколько я слышу, судьба у всех нормальная. Все хорошо. Все, как бы, сложились, как нормальные люди. Нет ничего такого. Все живы-здоровы, слава Богу. Не на то не воюют, не на то не на этой стране. Нет, нет, нет. Я помню этот выпуск, я помню этих детей. Некоторые из них стали учителями, кстати, вот, работают. Некоторые из них работают сейчас в Мариуполе. Это когда вот открывали школу и нам вручали ключ от школы. Было очень много родителей, детей. Это Лариса Рябцева, учитель истории. Одна из старожилов Широкино. Ей 84. Даже помнит Вторую мировую. Ни один человек не погиб во время немцев в селе. Ни один не погиб. Лариса Рябцева была на торжественном открытии школы. Сейчас женщина трепетно хранит каждую фотографию, которая напоминает о родном Широкино и о том месте, где сеяли доброе и вечное. Я даже не представляю, что я не могу перейти в порог своего дома. Это страшно. До того страшно. Вот 84 года я бомж. Вот так сейчас выглядит Широкинская школа. А вернее то, что от нее осталось. Еще в прошлом году эта часть здания держалась. Сейчас, вы видите, все рухнуло. Это результат обстрелов, которые продолжаются и по сей день. Почти год в школу боевики использовали как наблюдательный пункт. Здание находится на возвышенности. И здесь наемники устанавливали огневые точки для обстрела наших военных. Невероятно, но в этих руинах каким-то чудом сохранился даже классный журнал «Третий класс Широкинская школа». Последняя запись здесь сделана 9 февраля 2015 года. По зданию разбросаны учебники в перемешку с гильзами. Все иссечено осколками, следы от пуль и снарядов. Это кабинет истории, где проводила свои уроки Лариса Николаевна Рябцева. Здесь мы нашли ее методическую литературу. И кажется, что здесь каждая вещь наполнена каким-то символизмом. Вот посмотрите, чего стоит только этот учебник с картой Украины, пробитой осколками. За время войны в Широкино погибло 12 мирных жителей. Около 30 ранены. Большая часть людей переехали в мирную Украину. И хоть бои продолжаются, и на ликвидацию последствий уйдут годы, но жители уверены, они обязательно вернутся в Широкино. Пусть разгромленное, но родное. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности недели. Телеканал Интер. Переговоры в Минске больше не задача для Леонида Кучмы. Он завершил свою работу в группе украинских переговорщиков и на этой неделе последний раз участвовал в работе трехсторонней контактной группы. Кучма назвал и фамилию человека, который может заменить его на переговорах. Это Руслан Демченко, бывший заместитель министра иностранных дел. По словам Кучмы, он и так ему помогал. Впрочем, решение принимать президенту Украины Петру Порошенко. Ну и сегодня в Чернигове Леонид Кучма провел уже традиционную церемонию вручения стипендий президентского фонда Украина. Такие поощрения уже получили ребята в Днепре и Киеве. После Чернигова достанутся и харьковчанам. Эта программа стипендий для талантливых студентов действует 14 лет. Заради этого действительно довелось отработать очень много. 4 года работать, заниматься волонтерской деятельностью, научной деятельностью, брать очень активную участие в жизни города, в жизни университета. Действительно, эта стипендия является очень хорошей поддержкой для меня. И можно использовать ее в частности на научной публикации в международных сборках. Это не дешево и очень не дешево зараз. Я пішов на цей крок стипендий по главной причине. Я смотрел, что в высшую учебную закладу на технические факультеты не было конкурсов взагалі. Все шли учатись на юриста, на адвоката, там, еще. А технические факультеты были пустые. Мирное урегулирование на востоке Украины стало темой Киевского саммита по безопасности. Кто участвовал и какие решения приняты, давайте посмотрим. Женщины, политики, бизнесмены, активисты, иностранные депутаты и руководители международных организаций. Форум «Женщины. Мир. Безопасность» собрал в столице более 600 гостей. Главное, вопросы, как усилить роль женщин в регулировании конфликта на Донбассе. Идея, которая здесь родилась, создание платформы, рабочей платформы по примирению в Украине, порой те, кто принимали даже социальные законы, они не понимают, что эти законы они не работают. И реальной защиты и помощи сегодня не получают ни пострадавшие люди, ни переселенцы, ни те, кто потеряли свое жилье, тем более дети пострадавшие от войны. Поэтому нам здесь также очень важно вот этот диалог, когда и общественный сектор, и политический сектор, особенно здесь сегодня под одной крышей. Женщины-депутаты, премьеры и президенты. Гендерное равенство – одна из основ, на которой создавался ЕС, говорят европейские депутаты. Мы знаем из мирового опыта, как влияет участие женщин на мирные переговоры, на решение конфликта в обществе. Я очень горжусь, что я являюсь частью этого саммита. И я, и Евросоюз будем поддерживать эту инициативу, потому что всем нам нужны результаты. Преодолеть конфликт на Донбассе можно лишь благодаря совместной работе власти и общества, уверены участники форума. Но главное быть готовыми компромиссу. Без компромиссу в общества решить это вопрос невозможно. Второе, мы должны откинуть все полуофициальные переговоры и переходить к официальных прямых переговоров с всеми конфликтующими сторонами. Есть минский протокол, он остался, он должен быть переработан, он должен быть переформатан, но база какая-то есть. Надо идти дальше, отбудовывать на прямых переговорах дорожную капту. Первое, это введение миротворцев и демилитаризованная зона. Участники и гости саммита говорили и о необходимости усиления гуманитарной помощи, защите переселенцев, реабилитации бойцов. Реабилитация людей, допомога на самопереселенцам. Для этого и потребен этот саммит и такая конференция. Но он потребен еще и в выгляде решений, которые потом должны надеяться и к уряду, и к президенту на выкладку. Конкретнее, реабилитация тех, кто отслужил, тех, кто ветеранами, причем и женщины, и мужчины, как мы знаем, служили и служат и в оружейных силах, и в дорожных батальонах, и волонтерами работают, и медиками войсковыми. Это все люди, которые потребуют от державы уваги, которые потребуют от державы допомоги от уряду. По итогам саммита здесь решили создать новую рабочую платформу, в которую войдут организаторы и участники дискуссий. Главная задача разработать конкретное предложение для власти, как достичь мира и защитить украинцев. Алексей Пшемыский, Даниэль Косаковский. Подробности недели телеканал Интер. Очень странная новость. Пропал президент Интерпола Мэн Хунвей. Штаб-квартира организации находится во французском Лионе. И, соответственно, полиция Франции начала расследование. Сообщения об этом пока очень скупые. Известно, что еще в конце сентября чиновник уехал в Китай и с тех пор не выходит на связь. Заявление о пропаже подала его жена. Китайские журналисты утверждают, глава Интерпола задержан и его допрашивают. Причем в самом Интерполе толком сказать ничего не могут. Надеются, что французские и китайские власти сами разберутся. Слова «Уйти по-английски» получают новое содержание. Британия так хотела покинуть Евросоюз, что до сих пор не может решить, как это сделать. Уйти не прощаясь или даже хлопнув дверью. Это может обойтись слишком дорого. Прийти к хорошему соглашению с Брюсселем слишком сложно. Британцы обсуждают даже новый референдум по Брекситу. Так может они вообще не уйдут? В английских сложностях разбиралась Светлана Чернецкая. Со дня референдума по Брекситу прошло уже больше двух лет. А споры по поводу остаться или уйти из ЕС все еще продолжаются. И все громче звучат призывы о втором референдуме. Вот как проголосовала страна в прошлый раз. Англия и Уэльс за Брексит, Шотландия и Северная Ирландия против. Давайте посмотрим, изменилось ли мнение жителей за этот период. Робин, как и большинство шотландцев, голосовала против Брексита. Ей 20 и свое будущее она видит в европейской семье. По сути, мнение Шотландии никто не учитывает. Целый регион проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС. Но мы вынуждены покинуть Европу против нашей воли. Прошло два года и Робин только укрепилась в своем мнении. Говорит, уже понятно, что переговоры по выходу из ЕС идут со скрипом. Да и вообще складывается впечатление, что в результате Брексита Британия больше потеряет, чем обретет. Брексит значительно ограничит мои возможности как студента и музыканта в плане учиться и путешествовать по Европе. Именно поэтому Робин очень надеется на второй референдум по Брекситу. Девушка уверена, многие Брекситеры изменили свою позицию. Пип, как и большинство жителей Уайлса, убежденный Брекситер. Считает, что Британия слишком зависима от Евросоюза. У меня впечатление, что это уже превращается в диктатуру со стороны ЕС. И мое мнение, что нам надо вернуть контроль и самим править своей страной. Хотя при этом Пип один из тех, по кому разрыв с ЕС ударит больнее всего. Он фермер. И сейчас британские фермеры получают очень приличные субсидии из Европы. Они составляют около трети их заработка. И понятно, что после Брексита никакой денежной помощи больше не будет. Да, нас ждет несколько тяжелых лет. Наверное, британцев немного ввели в заблуждение перед первым референдумом, когда описывали светлое будущее. Но все же нам нужно довести Брексит до конца. К большому разочарованию Робин из Шотландии Пип даже на личные финансовые потери готов пойти ради Брексита. И понятно, что новый референдум считает необоснованным. Мол, результат будет таким же. Эмили, как и большинство северных ирландцев против Брексита. Сейчас она живет в Брюсселе, работает в Европейском экологическом бюро и видит, как ЕС позитивно влияет на Британию. Я думаю, мы должны остаться в Европе, потому что ЕС очень серьезно защищает социальные права людей и окружающую среду. И если мы останемся в Евросоюзе, то сможем еще больше развиваться в этих направлениях. Кроме того, Эмили не готова терять свои европейские привилегии, поэтому подала документы на бельгийское гражданство. Я хочу оставаться жителем ЕС и чтобы у меня остались те же права, что и до Брексита. Я очень переживаю за британскую молодежь, у которой не будет таких же возможностей, как у меня, переехать и работать в другой стране. Поэтому для Эмили второй референдум единственная надежда остановить Брексит. Англичанин Ричард два года назад голосовал за. Он финансист и считает, что в его сфере Евросоюз устанавливает слишком много правил. Я уверен, что в плане экономики ЕС, естественно, сторонник протекционизма. А фундаментальные причины, по которым я голосовал за Брексит, это политическая философия и идеология Великобритании против Евросоюза. И сейчас Ричард обеспокоен ходом переговоров по Брекситу. Уж слишком много неопределенности. Те причины, по которым я голосовал за Брексит, не изменились и не думаю, что изменятся. Идея нового референдума Ричарду, конечно, не нравится, поскольку это нивелирует результаты первого. Но все же сторонников второго голосования к радости ирландки Эмили и шотландки Робин становится все больше. Люди должны высказать свое мнение, когда мы получим соглашение с ЕС. Также в случае, если договориться не удастся. Ну и по поводу того, чтобы остаться в ЕС. За второй референдум выступают либеральные демократы. Этот вариант рассматривают и лейбористы. А значит, даже парламент все больше склоняется к проведению голосования. Но вот назначить референдум может только один человек. Исключительно премьер-министр. А Тереза Мэй непоколебима. И неоднократно заявляла, дороги назад нет и Брекситу быть. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности недели. Телеканал Интер. Судный день уже через месяц. Ну, для американских политиков и для Дональда Трампа. Скоро промежуточные выборы. Американцы должны переизбрать нижнюю палату Конгресса, десятки сенаторов, губернаторов и генеральных прокуроров штатов. И эти выборы могут поменять весь политический расклад в США. Почему? Обсудим после рекламы. Это подробности недели. Мы продолжаем. Судный день уже через месяц для американских политиков и для Дональда Трампа. Скоро промежуточные выборы. Американцы должны переизбрать нижнюю палату Конгресса, десятки сенаторов, губернаторов и генеральных прокуроров штатов. И эти выборы могут поменять весь политический расклад в США. Почему? Разбирался Дмитрий Анопченко. Казалось бы, раз имени Дональда Трампа в бюллетенях не будет, то и волноваться ему не о чем. Но именно на промежуточных выборах уже через месяц американцы должны избрать 35 сенаторов, 36 губернаторов, 435 конгрессменов в палату представителей. И все это станет тестом и для президента. Ведь стоит демократам получить в Конгрессе большинство следующие два года могут стать для Трампа кошмаром. Поэтому борьба идет за каждый голос. Хоть и выглядит политическая гонка непривычно для нас с вами. Вот она агитация по-американски. Никаких тебе билбордов вдоль дорог, они здесь просто запрещены. Никаких объявлений на столбах и стенах, которые до следующих выборов не отскрести. Только вот такие таблички на железных ножках. За день до выборов команда каждого кандидата объедет все точки, повыдергивает их, соберет, посчитает и на этом агитационная кампания завершена. Только вот что интересно, у республиканцев баллотируются все те же люди, все та же команда, а у демократов на этих табличках практически все новые имена. В этом году впервые сделана настолько крупная ставка на новую кровь и в основном на женщин, которые никогда еще не баллотировались. В ЦРУ и силовых структурах я занимаюсь поиском террористов и драгдиллеров, поэтому не боюсь политических атак и нападок. Я 35 лет занимаюсь журналистскими расследованиями, освещая главные события нашего времени. Давайте же снова сделаем Америку честной. А моя мама была командиром в военно-морском флоте и 20 лет прослужила на боевых кораблях, огромных таких. А сейчас она в Конгресс баллотируется, чтобы помочь каждой семье. Предвыборные ролики совсем незамысловатые и непривычные, ведь в этой кампании среди кандидатов белые мужчины, а именно так обычно и выглядят конгрессмены, в меньшинстве. Демократы еще на праймерис бросили на взятие Капитолия, сотни женщин, темнокожих людей и политических новобранцев. Абигаль Шпенбергер выбрала стратегию тысяч рукопожатий. В сельской глубинке в Вирджинии она каждый день идет от дома к дому, стучится в каждую дверь и знакомится с избирателями. Еще недавно присутствие камеры ее смутило бы, ведь позади годы службы работы в ЦРУ. Была на оперативной работе, объехала полмира с секретными миссиями. После победы Трампа ушла с госслужбы заниматься воспитанием трех дочерей, но неожиданно получила предложение потягаться за кресло в Конгрессе с республиканцем. Вот эта девушка в нелепом свитере Дженнифер Льюис всю жизнь боролась против строительства вредных предприятий. Она тоже не выглядит как будущий законодатель, но на ее фоне нынешний конгрессмен-республиканец смотрится напыщенным чиновником. Историю Ванги Вильямс так и вовсе можно любому ток-шоу продать. Бедная темнокожая семья, дочь с тяжелой врожденной болезнью. В округе ни одного госпиталя. Со страховой компанией нужно было бороться за каждый цент. Ванга с мужем потратили все сбережения, лишились дома и стали банкротами, но денег на спасение ребенка все равно не хватало. Попытка попросить помощи у конгрессмена провалилась. Он их даже не принял. Приду в конгресс, я буду вас слушать, и мы будем услышаны. Многодетные матери и женщины с трудной судьбой. То, что зачастую считалось минусом кандидата, демократы пытаются сделать козырем. Будет интересно увидеть, какой эффект это все окажет на результаты промежуточных выборов, когда женщины, которых постоянно притесняли, вдруг выходят на первый план и открыто заявляют, мне не нравится, куда ведет страну Трамп, и я буду голосовать против республиканцев. На промежуточных выборах партия власти всегда теряет голоса, но в этот раз противникам Трампа на руку еще и сексуальные скандалы. И недавняя история с кандидатом в Верховный суд, обвиненным в домогательствах. Мисс Шепард, редактор популярного среди феминисток веб-ресурса, говорит, хоть прямой связи вроде и нет, но их исследования очень четко показывают, те, кто возмущен притеснениями женщин, настроены против действующей власти. Смешно думать, что страна может измениться просто из-за того, что люди нас послушали. Сейчас наступает время, когда все те, кого женщины обвиняли, попытаются вернуться на свои должности. И мы либо это изменим, либо все вернется на круги своя. А значит, чтобы не дать мужчинам взять реванш, демократы сознательно делают компанию максимально эмоциональной. Вот Люба Ширли, кандидат в Конгресс от Нью-Йорка. Мать-одиночка, чьи родственники когда-то эмигрировали в Штаты из Советского Союза. У нее даже на няню денег не было. Теперь таких же одиноких мам Люба призывает обязательно прийти на выборы. Ведь секрет победы республиканцев еще и низкая явка. И политика новых людей принесла свои плоды. Кандидатам с человеческим лицом удалось раскачать избирателей. И на участки собираются прийти куда больше противников Трампа, чем его сторонников. И чтобы отыграть ситуацию, у президента остался всего-то месяц. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Вот такими были подробности этой недели. Спасибо, что смотрели. И до встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok